Всем привет и наконец-то! Наконец-то скажут тебе 30 человек, что последний месяц меня буквально доламывали. Сними, сними, сними видео на Mockingbird от BC Rich. Лично для меня, как я думаю для многих, Mockingbird довольно неизвестный, хотя может быть от этого и не менее интересный зверь. Но главным мотиватором для съемки данного выпуска стали даже не ваши хочушки, а конкретный плакат, где один небезызвестный дядька в шляпе променял мою любовь. Променял философию танка в мире гитаризма Лис Пол вот на эту гитару. Я знаю, что в свое время на них еще гоняли такие люди, как Керри Кинг, Гарри Мурс, Слэш, Пол Гилберт и другие ребята с нашего двора. И поэтому я захотел лично проверить, что же такого в этой гитаре, чтобы можно было променять легенду на Mockingbird. Наверное, что-то должно быть. И для начала я хочу отметить, помимо ее явного агрессивного дизайна, то, что в отличие от стрел, морских звезд, топоров, эта гитара довольно удобная и демократична по эргономике. Во-первых, она никуда не сваливается, не перенавешивается. Оп, полетела. Но это потому, что у меня нога размера X-size. На самом деле вырез довольно-таки удобный. Здесь есть смещенные держатели, поэтому ничего не перевешивают стоя. И самое главное, эта гитара влезла в мой обычный нормальный человеческий полужасткий чехол. То есть вам для нее не придется шиться все наручно, чехол из свиной кожи. Хотя все-таки, если вы достанете ее ночью из чехла, то, мне кажется, все равно довольно агрессивно смотрится. Итак, давайте начнем визуальный экспертный осмотр. Первое, что хочу отметить, это серия Special X. То есть сначала мне на глаза попалась гитарка за 12999-999. Но основным отличием, что бросилось в глаза, от этой более дорогой версии Special X. Эта серия уже не для бомжей, но еще не для депутатов. Это вклеенный гриф. Я сейчас не буду вам рассказывать сказки о том, что вклеенный гриф дает намного более долгий сустейн, лучшую резонацию деки. Но однозначно, вклеенный гриф смотрится кошернее. И трупы, пацаны, все-таки предпочитают вклеенный гриф. Во-первых, здесь есть скос, и поэтому нам удобно по всему периметру. Это приятно, когда думают о нас, да? Во-вторых, здесь, конечно же, гриф залакированный. И те самые ощущения, когда ваши потные руки буквально как в болоте вязнут во всем этом. Но об этом не принято говорить у мужчин, принято терпеть. Это здесь все, и это здесь есть. Что касается цвета, это у нас цвет солнечной тигрицы и разбавленного коньяка. Конечно, гитара сделана из махагони, что по легенде дает нам мягкие верха и богатые низы. Отличает Special X то, что здесь у нас в качестве накладки используется черное дерево. В качестве порожка используется пластик с имитацией солоновой кости. По-моему, нубоновый. Наверное, как у меня на Fender CF60 SD60. Здесь у нас свой фиксированный бридж, похожий на том, но с какими-то дополнениями. Я вижу рюшечками. И это меня прельщает. Это значит, что вы не будете мне, как обычно, писать, что мне делать с моим Floyd Rose. Здесь у нас хамбакеры, потому что хамбакеры это весело. Свои какие-то рок-фьют. Посмотрим, какой рук они дают. Тут 4 потенциометра, как обычно, 2 громкости и 2 тона. Туда-сюда посередине. Все по-лиспольному классически. Есть и кантовочки, но они не от Сваровски. Они обычные, беленькие. Калки в виде молоточков. И облака в качестве инкрустации. Что касается молоточков, они ничего не дают. Но на них написаны гроверы, а это хорошо. Также здесь сзади указано, что это Official BC Rich 69-го года. Есть серийный номер, то, что гитара сделана в Китае. Как в данном ценовом диапазоне. Все. Что тут можно еще сказать? Да, в принципе, вроде бы все изучили. Давайте теперь извлечем из нее какие-нибудь звуки. Ну а слушать мы будем эту красотку через бюджетное усилок Апельсин МТ-20. А в качестве овердрайва и дисторшина использовать моих фаворитов. Это электро-хармоникс, соу-фуд овердрайв и в качестве дисторшин, соответственно, метал маф. Начнем с бриджев датчика, чистый звук и слушаем обертона. Средняя позиция. Нек. Субтитры сделал DimaTorzok Первое, что хочу отметить, это гриф. Гриф, он вот прям вот один в один, универсальный в общем. Что касается звука, здесь, наверное, все-таки на чистом фаворит у меня получился бридж почему-то. Из гитар надо высекать все-таки. А нековый, он прямо такие манит, вот прям заиграть поганый блюз с телепьяного мастера. Не очень подходит, да? Ну, в принципе, с чистым все понятно довольно-таки. Средняя позиция выдает необходимое стекло. Я люблю эту замену синглам, такая нековая. Палка должна стеклить. Вау. Приятные вибрации есть. Легкая резонация тоже наблюдается, хотя играет довольно высоко. Давайте посмотрим... Overdrive. Вот это классно. Вот это вот такой прям ракешный кругленький звук. Вот это вот прикольно. Это прям так и хочется что-нибудь такое, типа, я не знаю. Давайте заценим distortion, что-нибудь такое опять классическое. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я честно не помню, но примерно как-то так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот во всех позициях вот свой звукан такой, он такой круглый такой. Я надеюсь, вы слышите, он такой серединистый такой, прям вот округлый. И вот ракешный. Вот он, вот он не по металу. Он ракешный. Это на самом деле редко встречается. Обычно берешь все гитары такие агрессивные. Все такие жидкие, зыбучие. А тут прям ракешник. Вот прям сейчас залез, скачал тап и посмотрел. Потому что, ну, не мог сделать обзор на эту гитару без этой темы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ничего не будем говорить про вклеенный гриф, про сустейн, ничего. Все так хорошо. Итак, настало время вынести вердикт для данного инструмента. И хотел бы я начать с минусов, конечно. Во-первых, нижние струны, касательно первая, вторая чуть-чуть, они все-таки подзванивают у нас на ладах. И это минус, в первую очередь, настройщикам, наверное, все-таки в цеху BC Rich. Потому что, ребята, да, я-то знаю, что все это решается буквально одним поворотом бриджа, да, и все будет шикарно. Но в магазине не всегда лежат рядом ключи, и не каждый продавец еще даст там чего-то там настроить и подкрутить под себя. Это, в принципе, логично. Поэтому вы сразу должны, ну, как-то настраивать более-менее адекватно, чтобы люди взяли и поняли, что гитара нормальная, а не какой-то звон их начал как-то отпугивать от нее. На самом деле, все дело в том, что гитара здесь стоит. Струны у нас на высоте 0,8-0,7 мм. И я знаю, что сейчас пошла мода на 8-й, а если был бы 7-й калибр струн на высоте 0,02 мм от грифа. Но, ребята, это все не по рок-н-ролльному. Ребят, вы поймите, вы должны чувствовать струны, да. Женщины, которые знакомятся с вами после концертов, они надеются на ваши руки. На ваши сильные, мощные, с длинными пальцами руки. И вот эти вот всякие занижения и лески, это, конечно, все-таки не по ракешному. Так что это, в первую очередь, минусом по настройке инструмента на заводе. Дальше, по минусам. Я хотел бы отметить, как профессионал, ну, фрезеровку-то можно было сделать все-таки чуточку получше. Причем лак тоже внутри, он чуточку отличается, чем нежели по кругу на кленовом топе 18 мм, что я забыл сказать. И все-таки, да, вот фрезеровка, ну, не совсем там прямо-таки, не кастом-шоповская в углублениях. Ну, а так, в целом, дефектов по покраске, по дереву никаких нету. Рисунок у дерева очень красивый. Все сделано хорошо. А, что касается по звуку. Чистый звук вообще меня не впечатлил. И именно поэтому я сначала прямо-таки чуть-чуть паник. Но перегруз, вот это вот было для меня круто. Это настоящий, прямо-таки вот, повторюсь, рок-н-ролльный. Поэтому мне захотелось чуточку здесь все поднять, но руками не получилось. Дает настоящий, прямо-таки такой вот плотничковый, округлый такой, начитаемый, ракешный звукан. Я уверен, что вот прям поднастроить, поставить струнки потолще, и будет весьма-весьма-весьма. Чистый звук, он обычный. Потому что датчики здесь не какие-то фирмовые, не заточенные. Это довольно средненькие хамбайкеры. Если бы делить на... Есть Алника-2 у нас, Алника-5, то я бы назвал их Алника-4 с минусом. Ну вот-вот-вот-вот. Где-нибудь вот так вот. Общий вердикт гитаре удобно. И в принципе подойдет, я уверен, не только каким-то адским экстремалным металистам, да, но и как раз-таки под ракешника. Всегда будете с ней кошерно смотреться на сцене, каким-то кавер-музыкантам или просто эпатажным ребятам. Особенно если отрастить себе шляпу и покоряться целям в зал буквально из полубэнда. Вот для этих целей этот инструмент явно подойдет. Поэтому спасибо. Спасибо за внимание, за ваше. Ставьте лайки, пишите свои комментарии, что понравилось, что нет в данном инструменте. В принципе, годно, годно. Ощущение приятное. Но Лиспол для меня все равно любимее. Лиспол это все-таки святое. Все, всем пока.